здравствуйте дорогие друзья сегодня мы продолжим тему подводных лодок тема достаточно интересная однако скажем так для советского союза для ссср особой славы в войне не принесшая причина и конструкторская деятельность и как мы уже показывали уровень уровень подготовки кадров тема называется последний раз про подводные лодки часть 22 аналогии и параллели начало общения считателями вот было такой запись что рашка говно путин хуйлов все касавы пидорасы и так далее ну здесь можно с большей частью сообщения как бы согласиться но все-таки все непросто я постоянно всех прошу быть скажем так фигурально настороже и не упрощать проблему об этом я постараюсь рассказать следующих выпусках но иметь нужно в виду что вот эти все кацапы которые пидорасы они безгранично подлые они лживые они жестокие по отношению к себе и к своим тоже вот это людожерские гены на мой взгляд работают они косят подвизобитных типа у меня бабушка украинка может что вот это все в сочетании с нашим вон это жлюды не можно же так до людей я тоже скажу тоже до людей не можно до люди же ревьяк шоуны ридни шоуны славьяны вот эта наивность переходящая в я бы даже сказал какую-то клиническую миролюбие вот это как раз именно есть смертельная опасность украинского этноса вот и то что люди не обращают внимание на такие вещи это как раз вот очень 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 на мой взгляд плохо ну далее вот владимир вершенко пишет это по поводу предыдущего сообщения про подводные логики хотелось бы немного сравнения у боты совковый щук и в общем и так далее вот сразу игорь возне отвечает что значит у боты с г не на сравнении с убоутами крик с мариной прямая аналогия т-34 и т-34 т-34 дурак 4 панцерваффе и т-34 76 85 вот тут абсолютно полностью согласен и это я сейчас показать собираюсь вам показать на каких-то конкретных примерах собственно в предыдущих роликах мы этого касались касались мы того что с одной стороны уровень подготовки специалистов причины по которым уровень был вот такой а не иной это уже так стать предыдущих роликах описано какие это приносило результаты это собственно говоря вот началось все со штук 3 тех самых мелочей в которых кроется дьявол это это об этом тоже много говорили и собственно говоря продолжение вот про подводные лодки но вот знаете если вы посмотрите вот на такую вот табличку которая в одном из российских музеев причем хорошая хорошая музей хорошая табличка то понимаете что прибор для ориентации куробля относительно стран света да то вы понимаете что с уровнем подготовки кадры проблемы не исчезли ну а поскольку они не исчезли то об этом мы и поговорим в предыдущем сообщении была вот представлена мной такая табличка смотрите спичный состав подводных лодок 267 количество потопленных целей СССР за всю войну 126 все остальное статистика все остальное тень на плетень Германия списочный состав это не единомоментный списочный состав подводные лодки входили в строй их топили они выходили из строя по разным причинам всего было 1155 в боевых действиях 965 и потопленных 2840 кораблей Великобритания скажет да в 5 раз больше но простите численность в 5 раз больше даже я бы даже сказал так в 4 раза больше да а кораблей потоплено извините в 20 20 20 с гаком раз больше вот Великобритания имеет меньшую численность подводных лодок 234 а кораблей потопилось в 4 раза больше ну о чем это говорит о том что советские подводные лодки были недостаточно неэффективны а что у нас было а у нас было вот все эти проекты в предыдущем ролике я вам писал кто такой был Малинин вот и каким образом создавались подводные лодки фактически эти подводные лодки копировались вот все что у нас значит корифей Малинин декабрист Ленин из Щука правда это он они уже трудились здесь под руководством Асафова уже будучи в шарашке вот что касается подводных лодок типа Малютка я бы не акцентировал на этом потому что во время войны их было всего 4 штуки и что-то там да 100 тысяч тонн-то ножа они потопили далее средняя С вот 9 9БИС увы на базе немецкого проекта Е2 все эти остальные предыдущие то бишь Малининские на базе английской подводной лодки которую поймали вернее подняли после подрыва на мини Л-55 то есть копирование с где-то 20-летним опозданием были вот еще захвачены ВМС Латвии Эстонии подводные лодки их тоже изучали на предмет усовершенствования своих а так в целом в целом никаких супер-пуперных успехов в общем-то не было о чем я хотел бы еще упомянуть значит низкий уровень конструкторской технической деятельности и технической подготовки это сам режим создавал низкий уровень командования тоже режим в первую очередь давал дорогу тем кто показывал свою лояльность супер-пуперную но не знания и умения общая результативность по Великой Отечественной войне или Второй мировой наши лодки отсиживались по шхерам и базам и практически не влияли ни на что подводные лодки Германии это новые направления как говорят российские товарищи любители подводной тематики другой век это все от Крикс-Марины что здесь отличается от танков или авиации ничего не отличается что мы ожидаем от этого сообщения что можно рассказать о каких-то прелестных великих героических событиях практически ничего этого не было то что люди которые будут утоплены как котята из-за низкого уровня техники низкого уровня конструирования или дебильности командования сказать что это подвиг я не буду говорить но я постараюсь в этом сообщении основной упор сделать на цитирование российских источников с тем чтобы как говорят быть более скажем объективным и не получить обвинение в украинской вот такой русофобии я только расставлю акценты в российских комментах ну и какие проблемы на мой взгляд существуют а вы уже добавите если хотите все сами и так вот попал я на такой вот сайтик чтобы найти ответ на вопрос Дорошенко вот спор какая подводная лодка второй мировой войны и пошло поехало как обычно как и в танках стоимость вот не только технические характеристики вот наши стоили дешевле короче вся эта такая же ерунда там где Россия в большой опе там начинается разговор о какой-то эффективности ну понимаете типа стоимость типа дешевизна типа возможность освоения совершенно тупыми как бы скажем тупым персоналом но это же не не то никто из российских не могут выработать каких-то критериев оценки а критерии оценки приблизительно такие же как и в танковой технике значит так ага ихние лодки больше значит с нашими не соревнуются ихние лодки с меньшими ага значит с нашими не соревнуются потому что наши длиннее а в прибрежной линии они могут уткнуться носом в общем не подходит их не в океане типа наши вот тут вот а электроботы намного превосходят ну да это другой векс от крикс марины мы их тоже не считаем а двигатели вальтера нет 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 они не участвуют это это совсем не то это супер пупер мы считаем только вот такие то есть должно быть значит тонна в тонну и как говорят метр в метр по длине тогда мы что-то будем сравнивать ну и вот поехали вот идут эти сравнения значит немецкая семерка это как самая многочисленная подводная лодка рабочая 100 по глубинам по характеристикам пошли рабочая глубина 100 предельное 200 девятка 100 предельное 200 погружение самая быстрая семерка там до 25 секунд 30 вот сравнивают американскую американские два да короче лидируют немцы да вот все остальное ну да по совокупности характеристик вот один товарищ пишет семерка это родная сестра нашей c2 да s2 соотношение цена качества и так далее и так далее вот лучше сильно опоздали с появлением на свежую понимаете шло движение шло движение вперед у немцев у нас движения не было а вот щука вот как раз это самое и о чем же мы сравниваем эту щуку соотношение вперед назад тут тоже будут цифры но тут сразу просматривается немецкий след да по поводу торпед вот сразу же подводная лодка в голом виде сравниваться не должна по поводу торпед ну по поводу торпед было в 18 ролике там немецкие торпеды превосходили все что что могло быть кроме пожалуй интересных американских торпед вот спор идет как бы ни о чем и так далее и так далее проблемы наших подводных лодок были еще в том что конструктивные недостатки целая целая куча это про наши подводные лодки вот короче конструктивно очень много дефектов они имели короче наши 53-38 это была в общем-то не торпеда вот это другие говорят что это было приемлемое оружие из недостатков был гиростат не удерживающий ее на глубине 1 метр ну все ребята это как мы рассказываем танк Т-34 был супер планирован но видно из него было только на 200 метров а Штурм Гершур стрелял на 7 километров на 3 километра стрелял точно дальше какие вопросы вас расстреляют как слепых котят что и было ну в общем короче гиростат вот были типа у всех да вот у немцев торпеды образца 1941 года тоже имели проблемы с гиростатом но там понимаете вот очень интересное было упоминание об американских торпедах в американских торпедах были взрыватели которые реагировали на искажение магнитного поля земли представьте себе картиночку здоровенный корабль по бортам увешанный броней для того чтобы так сказать торпеды не могли нанести большой вред ну и американцы просчитали что если торпеда будет проходить под днищем корабля которое не бронировано то взрыв под днищем легче проламывает днище чем борт поскольку под днищем нет брони раз а второе над днищем то бишь внутри корабля там находится воздух то есть снаружи вот этот взрыв будет подпираться водой вода будет играть роль усилителя взрыва то есть взрыв направляется вверх для этого они сделали именно вот такие хитрые неконтактные взрыватели которые реагировали на изменение магнитного поля земли корабль искажает это магнитное поле и такие торпеды должны быть и вот у них была проблема с тем чтобы вот этот самый гидростат вел торпеду не на большой глубине а достаточно близко к днищу корабля то есть чтобы бил не в борт а именно под днищем это в общем-то революционное техническое решение ну поэтому они имели конечно эти эти проблемы ну как всегда большая шумность механизмов это упоминается вот можете почитать вот в этой книжечке ссылка будет в описании к видео подводной лодке Крикс Марина справочник определитель флотилий там по каждой подводной лодке есть ее боевой путь достаточно занятная книжечка но в целом конструкции подводных лодок не рассматривается однако там вот есть вот такие вот интересные картиночки я их вам приведу это картиночка январь 42 сентябрь 43 красные точки это места где немецкие подводные лодки атакуют подводные надводные корабли стран антигитлеровские коалиции а вот такие черные цяточки это вот где они были пойманы и утоплены так что 700 тысяч тоннажа грузовых груженных кораблей в месяц да ну я бы вам сказал со 126 подводными лодками которые потопил советский военно-морской подводный флот ну можно уже как говорят не выпячиваться да героизм а 43 год когда конвои конвои шли в СССР когда конвои шли в Британию то есть американцы успели изготовить достаточно большое количество противотанковых средств но тем не менее посмотрите сколько да немцы в свою очередь совершенствовали свои лодки вот и посмотрите это это бои это сражение то есть разговоры о том что советский СССР что-то там выиграл во второй мировой войне я вам скажу четко и однозначно если бы американцы не смогли проломить вот вот эту подводную войну переломить в свою пользу то советский СССР вряд ли смог бы получать те материалы по ленд-лизу которые он получал а вот уже без этого ну извините был бы полный крах как-нибудь в теме ленд-лиз мы это все рассмотрим полностью там есть еще вот такая интересная фотография которая меня поразила это обед на палубе ну понимаете подводные лодки стесненные обстоятельства люди дышат так сказать фактически своими же испарениями вот что интересно матрос ест ножом и вилкой вот их на свежем воздухе и обед на свежем воздухе мне просто интересно описан ли хоть один случай обеда на свежем воздухе то есть я могу что сказать глядя на эту фотку командир дал команду принимать пищу на палубе то есть условия позволяют не где-то на базе и так далее то есть обедать не в Камбурже а обедать на палубе это своего рода так сказать смейтесь не смейтесь но это забота об экипаже о здоровье экипажа непосредственно вот то что о чем говорил Дорошенко сравнение двух подводных лодок типа Щ и германской семерки это не мои цифры это с того же самого сайта вот просто вот приведены данные но по скорости хода там будет еще акцент и так далее и так далее германская семерка 220 метров глубина погружения наша подводная лодка 90 все надводная скорость 11 тут почти 20 подводная 858 движение в подводном положении 90 миль при 4 узлах наша 112 при 2.8 это в общем-то как бы вроде бы как бы несущественно да но уточняются детали детальки уточняются вот какие значит щука имела две сорокопятки это неудачные пушки а немцы сразу ставили 88 мм это их самое отработанное орудие торпедное вооружение больше да а семерка имела могла нести 28 мин скорость хода щука 14.5 семерка 11.9 но это с предыдущей цифры как говорят довели вот тут было такое выражение довели что до 14.3 ну ладно 14.3 14.5 скажем тут 18 тут 14 на 4 узла экономичность скорость у щуки 8.5 у семерки 10 дальность плавания семерка 8700 миль щука 3.130 автономность семерка 40 суток 15 суток щука скорость погружения щука от 10 до 3 минут на разных модификациях это вы себе прикиньте подлетает вражеский самолет а вы 10 минут пытаетесь как говорят слить воду вернее залить воду в балластные цистерны да 8 гарантированно давала свои 30 секунд то есть это уже о чем говорит технический уровень технический уровень как и в танках далее вот такие вот проблемы описываются учтите я не злорадствую и не придумаю я специально вам так сказать показываю то что было вот уже спец по подводным лодкам который на них служил он говорит значит количество лодки по принципу количества потопного ножа сравнивать некорректно одна лодка серии могла утопить один очень большой корабль приписывать всем неудачников и так далее и так далее знаете как как говорят плохому танцору мешает все не только то что болтается посмотрите где действовали они и сколько они перетопили в конце концов давайте скажем так не одна не просто одна подводная лодка да а вся система система немецкая вот именно система работы подводного флота была гораздо серьезнее поскольку они бросили вызов огромному числу стран и победили в смысле в техническом уровне в количественном уровне конечно штаты их задавили но не советский союз который сидел в дырках со своим 120 потопленными кораблями здесь в принципе нет никаких сравнений которые могли быть но обычный русский скулер что подводная лодка создается для определенных целей ну да создается для определенных целей и как там советский союз с этим делом выглядит с этими определенными целями которые для которых создавались подводные лодки вот семерка подводный рейлер для атлантики да и наши подводные лодки щуки вот не виноваты что они так сказать не могли плавать там где они находились так так сказать в угоду вот судьбе и так далее скорость хода там да водоизмещение щуки не могло позволить значит ходить так как ходила семерка да ну в общем короче говоря щукам не повезло что у них не были донные мины поэтому они не таскали щукам не нужна была дальность более имеющая они создавали для иных целей для граничных театров короче говоря ребята отсюда у меня как говорят вывод такой вот эта щука она была не очень если сказать очень не споры 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 по поводу щуки основные недостатки мореходность еще добавляется туда малоэффективная артиллерия раз мореходность два крутильные колебания управление вертикальным рулем вручную очень затруднительно воздухозаборная артерия газопроводов в общем короче полный 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 аут ну а так все все класс да это не означает что было все совсем плохо все как в Т-34 все в трубе но танк оказался самым лучшим то же самое в этой подводной лодке все в трубе но как бы она самая лучше вы думаете я где-то там сильно ну тут шумность механизмов и так далее и так далее вот думаете я так сильно утрирую ну давайте еще посмотрим а вот тут дальше находим интересные семерка может равниться из наших подводных лодок лист подводной лодкой с серии с точнее я уже по-английски серия с по-русски вот там в сводной табличке самое первое я хотел бы обращал ваше внимание что это подводная лодка делалась подводного класса серии с была на базе немецкого проекта е2 вот так вот здравствуй бабушка сказал один бегемотик направавшись на ветку да короче уже дошли что подводная лодка не может быть название лучшей подводной лодки времен войны и название даже лучшей подводной лодки своей страны а лишь название лучшей лодки построенной под данное тех задания вот это я на этом балдею значит как получается какие-то дебильные кадры написали тех задания которые вообще нахрен ничего не позволяет использовать но зато сделали вот лучшая лодка построена под данное тех задания а чем немецкая построенная под их тех задания хуже кто сказал что она хуже если у нее еще и такая результативность серия 7 охотник на конвои в северной атлантике серия 9 рейдинг на отдаленных коммуникациях в общем короче идет нормальная грызня вот и опять же количество тоннажа приводит немецкая подводная 9b вот их там было лучше у них в общем за счете по 100 тысяч тонн лодку ребята это все о чем говорит вы можете спорить о том какая у немцев была подводная лодка лучше уже переходим в это например вот а то что они были со шнорхелями то что они имели противорадиолокационное покрытие то что они имели прекрасные передатчики далее вот автономности с учетом шнорхеля конечно немцы но там и без учетом шнорхеля было немцы но с учетом шнорхеля конечно немцы вот однако с учетом того что именно немцам и так далее, и так далее пришлось испытать охоты на лодку до полного уничтожения. Видимо, Пальва Переса принадлежит тоже им. Хотя, конечно, возможны примеры из советского флота. И вот примеры из советского флота. Пожалуйста, вот в количестве тех точечек, которые там вот на тех картах. Красные или черненькие цяточки утопленные. В общем, что вам сказать? Тут вот без учета РЛС и регенерации воздуха, конечно, а с учетом РЛС что? Не немцы, что ли? Ой... В общем, короче, когда я вот читаю вот эту всю фигню, я понимаю, что неискушенный читатель, конечно, особенно вот молодежь, она будет попадать в... как говорят, в туман, понимаете? Вот вариант ежик в тумане, это вот как раз о военной мемористике, военной вот такой вот литературе, да? пошел спорт сразу в малые подводные лодки, в электроботы, в общем, короче, толку никакого. Значит, в целом так вот, тонна в тонну должны быть, метр в метр, прибрежные с прибрежным, в океан мы не ходили, немецкие результаты не в счет, электроботы новой эпохи выпадают из сравнения, парогазовые, вальтера появились поздно, в общем, какая была самая лучшая? Ну, вот, самая лучшая наша, конечно, но по какому параметру, то лучше всего по соответствию тех задания. Вообще, это анекдот. анекдот огромного, так сказать, масштаба, это как, ну, как вам сказать, обычная, обычная российская, так сказать, ментальность. Вот мы самые лучшие, а где самые лучшие? Ну, просто на соответствии тех заданий. Вот, а вопрос отвечает, как тот сказал, удовлетворяет ли всем оперативным требованием, понимаете? Сочетание элементов, да? Не, наши нет, но, ну, результативность говерная, ну, ничего. Вот, смотрите, топ вару, вот этот сайтик, семь лучших подводных лодок второй мировой войны. Там они хоть как-то в предыдущем сайтике спорили, пытались показать, что есть какой-то, какая-то правда, есть какая-то объективная оценка. А здесь, нормально. Вот, семь лучших подводных лодок второй мировой войны, так? Великобритания. Ну, да, тут такая, 90-106, а чего она? Семь лучших, это там. Ну, ладно, допустим, британцы потопили в четыре раза больше на, там, Тревелер, носовой восьмиторпедный аппарат, в общем-то, мощное вооружение. Что самое интересное, да, август 41-го года, в Мурманск прибыли субмарины Тайгриф и Трайдент, подводники британские, демонстрировали мастер-классы воинсоветского, за два похода потоплено четыре вражеских парохода, с тысячами солдат, шестой гормонострелковой дивизии, тем самым моряки, британские моряки, предотвратили третье немецкое наступление на Мурманск. Ну, наши же, понимаете, ну, о чем говорю, вам уже мастер-класс показывали, понимаете, это же тоже песня, крейсерская, 14, Советский Союз, ура, ура, да, и что? Исключительный уровень комфорта, да, потом мы поговорим про этот уровень комфорта. высокая надводная скорость, ну, и, 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 результат, ну, что можно сказать, две лодки были оснащены английскими гидролокаторами, все, точка, да, это 14 серия, что она имела, жуткую, типа, феноменальная, ой, супер-пуперная, автономно 76 суток, а, что очень интересно, воды там было пресной, 3 литра, то есть, если вы возьмете 76 суток на 67 членов экипажа, вот эта вот, лодочка, да, вы получите 5090 человека дней, а если 3000 литров разделите на 5000, получите 0,6 литра в день, потом, правда, там сделали выгородку и добавили еще 10 тонн воды, да, ну, если 13 тысяч литров разделить на 5000, то это будет где-то 2,6 литра в день воды, вот так вот, да, ну, если при 0,6 литра воды, я себе представляю, какая там была вонька, что люди не могли бы даже обтереться водой, для того, чтобы стереть себя вот под там выделение, там же тяжелая работа, там же эти все гайки крутятся, как говорят, не электромоторами, вот, кстати, вот для любознательных, знаете, все мы сейчас очень широко применяем водоэмульсионные краски, водоэмульсионные краски, а вы знаете, кто их изобрел и для чего? А водоэмульсионные краски изобрели американцы, уже когда строили атомные подводные лодки, их интересовал такой вопрос, после сварки, сборки подводной лодки, там все надо красить, и вот при краске, скажем, при покраске, скажем, красками на ацетоне, талуоле и прочее, там все это очень долго сохло, это сложно провентилировать, и вы знаете, что краски воняют достаточно долго, любые, в том числе и вот олифовые, и так далее, и вот они тогда доперли, что самый лучший вариант, это сделать именно водоэмульсионку, которая полимеризуется, и при высыхании ее в атмосферу уходит только вода, а воду очень легко можно сконденсировать обычным холодильником, то есть вода не является токсичной для человека, вот так вот, я себе представляю в этих подводных лодках, как это там все интересно пахло, вот, да, мы там потопили, значит, за годы войны эти лодки 27 тысяч бруттотон, все прекрасно, да, но большая часть победы одержана с помощью выстреленных мин, собственные потери, пять подводных лодок, пять успешных торпедных атак имели, да, пять успешных торпедных атак, и все, а вот эти ребята работали в океане, посмотрите, разница в тоннаже, то есть вот тут циферка 27, я сейчас так вот для зрительного, так сказать, этого самого, да, о, за всю войну, да, а там только 2 миллиона 600 тысяч за один год, так что, ребята, это все точно-точно так же, как и малютки, в боевых действиях приняли участие четыре подводных лодки, но это же еще идет разговор о лучших подводных лодках, серия С, да, позволяет обогнать практически любой конвой, атаковать повторно, Маринеску это сделал, да, это радиостанции, шумопеленгатор, и так далее, кстати, да, повторюсь еще раз, что серия С, это немецкий проект, изначально, ну, мы же его переделали, да, 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 подводные лодки ГАТА, это американские, ну, из десятка семь, да, высокая скорость хода, убойное торпедное вооружение, и так далее, и так далее, отличная подготовка экипажей, вот тут как они Буша спасали, интересным образом, электробот, придумали, да, вспомнили, да, и дальше, прелесть изложения, надводная, подводная, скорость, посмотрите, в подводном положении, 17 узлов, в надводном положении, 15 тысяч, в подводном, 340, при пяти узлах, и все прочее, нашим союзникам крепко повезло, что все силы Германии были брошены на Восточный фронт, фрицам не хватало ресурсов, ребята, с апреля 41-го года, уже разбомбили Плоешты, уже нехватка топлива, в том числе, и солярки, да, это не потому, что силы брошены были на Восточный фронт, силы немцев были брошены на защиту Германии от бомбежек, потому, что именно бомбежки, разрушение экономического потенциала, производственного потенциала Германии, как раз и дало возможность Советскому Союзу осуществить какие-то победы на Восточном фронте, в общем, короче, не хватало ресурсов, чтобы выпустить стаи, и эти электролодки, появились бы они раньше, и все капут, очередной перелом в битве за Атлантику, и так далее, далее фраза, немцы догадались первыми, все, чем гордятся кораблестроители других стран, ну, ребята, я всегда вот балдею на российском историографии, на российской трактовке, немцы догадались первыми, вы, значит, признаете, что вы тупые, ваша подготовка такая, что она не позволила вам догадаться, а теперь меня интересует вопрос, если вы такие тупые, почему вы считаете, что ваша подготовка позволяет вам правильно все проанализировать, только тупой может сказать, что большой боекомплект, мощная артиллерия, высокая надводная скорость, т.д. ключевые параметры, ее скорость, запас ходов подводных положений, так чего вы решили, что это так, большой боекомплект, это всегда было хорошо, но немцы это оптимизировали, они оптимизировали, понимаете, ключевой параметр скорости, запас ходов подводного положения, а что вы догадались вторыми или третьими, в общем, короче, вы никогда не поймете загадочную, не русскую душу, а загадочные мозги людоеда. Да, электробот было ориентировано на постоянное нахождение под ватой и т.д. Понятное дело, они сделали выводы из того, как противолозочные средства странно-антигитлерские коллекции, конкретно США и Британия развивались, естественно, им находились соответствующие конструкционные решения, которые позволяли им нивелировать эти средства борьбы с подводными лодками. На большой глубине его преимущественно более шокирующим и т.д. и т.д. Скрытность, электроботы открыли новую веху в истории подводного флота. Ну, да, 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 да. Это, значит, на восьмое место ставите. Смотрим дальше. Семерки. Подводные лодки Германии. Количество 703 штуки. Перетопили все, что только булькало на поверхности. Самые эффективные подводные лодки, относительно простые, дешевые, массовые, отлично вооруженные, смертоносные, сбалансированные. Утопили 10 миллионов тонн потопленного тоннажа. Да? Ну, а вам рассказывают, вы знаете, вот, не лучшая подводная лодка, не, техзаданию не соответствовала. не такое было, вот, ее применяли, вот она, да, 10 миллионов, но, техзаданию не соответствовало. Вот так. Но тут признается, что интересно, если бы неисчерпанием промышленный потенциал США, способный компенсировать любые потери союзников, немецкие уботы имели бы все шансы задушить Британию и изменить ход мировой истории. И еще раз повторюсь, уж как бы воевал СССР без Ленд-Лиза, это особая песня. То есть, кончил бы СССР свою жизнь в болотах западно-сибирской низменности, это точно. Успехи семерок связывают с зажиточным временем и так далее, и так далее. Ну, как это, в начале войны на каждую семерку приходилось по одному противолодочному кораблю, семерки чувствовали себя неуязвимыми, вот, а в конце уже по 10 противолодочных кораблей и 10 самолетов из расчета на каждую действующую лодку Крикс-Марина. То есть, о чем разговор идет? Вторая мировая война победил во второй мировой войне промышленный потенциал Соединенных Штатов Америки. В танках то же самое. Электроботы открыли новую веху в истории подводного определения вектора развития субмарин в послевоенные годы. И прослужили эти Вундерваффен в составе ВМС СССР до конца 50-х годов прошлого века, когда последние списанные составы по причине износа. Просто не было чем заменить изношенную мощь. По некоторым параметрам оптика, например, наши подлодки вышли на уровень 1.21 серии немецкой серии только к концу 70-х годов. Ну, скажем, к 80-х. Так, когда я говорил, что мы достигли в танках уровня Пантеры именно в это время, вы думаете, я шутил? Нет, вот видите, и по подводным лодкам то же самое. Ну, а вам уже не скучно становится, нет? Вы что ни возьмете, будет то же самое. Абсолютно то же самое. Советские подводные лодки проекта 613 строились именно по образцам немецких. Американцы приняли немецкие идеи. Да? Ну, что еще подводные лодки? Эм, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Тут вот уперлись, да? Один говорит, значит, советское кораблестроение не помнит откуда там, встречал данные, да, что значит, что немного легче приходилось морякам североморцам. Как показала практика, эффективность боевого применения серии К осложнялась слабой подготовкой личного состава и безинициативностью командования. Здравствуй, бабушка. Ну, то же самое абсолютно было в авиации, то же самое было в танках. Вот, товарищ, не соглашается, не соглашаюсь с таким мнением автора. Вот, вот, не было такого. да, 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 значит, споры продолжаются, кто там, где какие подводные лодки лучше, чем это уже понятно, это уже даже скучно, до уровень сравнения с германскими и американскими, да, у нас хуже, у нас цели были маленькими, но не было конвоев, где бы были всплышь танкеры, десятитысячники, как было у немцев и американцев. А тут я вам задам один интересный вопрос. А что, цикотно было выйти в Атлантику и прикрыть конвои, которые шли, скажем, из Британии, да, в Советский Союз? Ну, хотя бы до Британии сплавали бы, а? Проконвоировали бы эти грузовые корабли. Цикотно, да? Вот там как раз были десятитысячники, разловили бы подводные лодки. Подтверждение, наши деды не зря заплатили сотнями тысяч жизней на фронте и сломили рейх в мае 45-го года. Если бы дали передышку и так далее, новые небеские проекты были эффективнее, реактивная авиация, ракеты и так далее. Так вот, я вам еще раз говорю, наши деды зря заплатили миллионами жизней на фронте. Именно потому, что идиотское командование и дебильное проектирование по заявкам этого самого командования стоили миллионы жизней на фронте. Понимаете? И сломили рейх в мае 45-го года как раз Соединенные Штаты. Если бы они этого не сделали, мы бы платили еще миллионами-миллионами жизней. Но, понимаете, вот как... Очень интересно... Очень интересно, да. Кто больше кого натопил, совершенно бессмысленно сравнивать. Это нормально. Ну, про что мы можем? Про что мы можем? Сильно... Наши подводники вывоевали в условиях сильной противолодочной обороны конвоев. воев, да. А тут возражают, говорят, советским подводникам сейчас так и неудобится узнать, что такое сильная противолодочная оборона. Когда каждую подводную лодку ищут 10 вражеских кораблей и 10 каталин с радарами. Вот так. То есть... Ну как... Каталины были даже с газоанализаторами воздуха. В общем, советским подводникам крепко повезло, что они всего этого не узнали. Обычный совдеповский скулеж. Что здесь было такое интересное? Да. Значит, подводные лодки, курс боевой подготовки. Но у нас же боевая подготовка. Вы думаете, что в пехоте она была одна, в авиации она была одна. Если там просто изучали двигатель, но не занимались практикой, то в подводных лодках она была совсем другая, что ли? Да такая же. Она была вся такая же. Ниже плинтуса. Автор взахлёб плещет немецким подводником. Ну, дорогие зрители, вы, как говорят, анализируйте сами. Смотрите на картинки, смотрите на таблицы, смотрите цифры. Это враньё, что немецкие добились больших успехов, когда они следовали одиночные и без конвоев. И с конвоями атаковали. В 1944-1945 годах эффективность немецких ПЛ была в разы выше, чем в ВМФ СССР. Справочник Шаргина, издание 1955 года. Безынициативность. Безынициативность. Почему? А всё то же самое. СССР с Авдеповского периода. Пожалуйста. Если потери, низкая подготовка, далее потери, соответствие, гнев со стороны Москвы, и всё. И то же самое было Черноморский флот, Октябрьский, то же самое. Тут вопрос, как обладая абсолютным превосходством в кораблях надводных и подводных просрать битву за Черное море. То есть в том числе и битву за Севастополь, дорогие мои. Я вообще-то начинал с проблемой Севастополя. Любым образом эта тематика она как бы проходит. Турция не пропустила ни одного корабля немцев через Босфор. Ничего крупнее бронекатеров Крикс Марин не использовали. И всё. Ну да, эффективность действий Люфтваффе об этом мы уже рассматривали в предыдущих сообщениях по авиации. В общем, всё было очень-очень-очень весело. Да, ну и окончание, так сказать, вот там посты сообщений «Что не учли эксперты, поставив армию России на второе место? Вот так вот. Понятно? То есть, всё супер-пуперное, в России нельзя ставить её на второе место, вы вот не учли вот это, вот это, вот это. А что именно? А то, что вот лучшая подводная лодка соответствует лучшему, потому что соответствует техзаданию лучше всех. я рекомендую вот этот дезинфонет, это ссылочка, она в описании будет, экскурсия внутрь подводных лодок. Там очень много картинок, я не буду на них останавливаться, просто будет вам интересно. Это тоже целая куча ссылочек, я их тоже приведу в описании, но самое интересное нет, самое интересное вот сейчас начинается, хотя уже 50 минут прошло, ну а что сейчас? То есть связь художественной о Великой Отечественной войне, я думаю, он понятен, да, это средство героизации прошлого, средство скрепности в будущем, да, а вот что сейчас есть? Ну вот про что нам дудит так сказать российская военная пропаганда. Вообще, я вам скажу, Дудеж впечатляющий, даже меня он впечатляет именно масштабом и качеством вранья. Ну да ладно, вот про подводные лодки, тут вот сюрпризы дяди Вовы, даже не успеете его разглядеть. Это вот есть такой у них православно скрепный деятель Константин Душенов мир вам братья и сестры, да, и он постоянно вот такие супер пуперные вот такие вот передачки, пожалуйста, можете набрать сюрпризы дяди Вовы, все просмотреть, только вот разбор одной передачки, поскольку так с подводными лодками, я вам сейчас просто сделаю. итак, о чем говорит товарищ, товарищ говорит, что была у них такая вот пиранья, подводная лодка, все характеристики, вот, а сейчас, а сейчас они сделают новые подводные лодки, все, западу Кирдык, приплывут эти подводные лодки и сделают вам гадость. Однако, что вот очень-очень интересно, воздухонезависимые энергетические установки, воздухонезависимые благодаря этим установкам они обещают так сказать навести западу так сказать устрашение и сразу круто жуть, так это реклама это вот это ихняя сверхмалая ПЛ пиранья, у нее было что интересно, основное у нее было 6 боевых пловцов, вот эту интересную подводную лодку пытались в 90-е годы продать колумбийским наркобаронам но поскольку аккумуляторов там на ней не было они ее гордятся тем что она у них засветилась в фильме особенности национальной рыбалки но вот это особенности национальной это все про лкашей но вот там она была там там она показана вот ну а вот эти вот будут гораздо лучше чем та подводная лодочка за счет чего ну вот такая вот например подводная лодочка 650 серия экипаж 9 человек шумность абсолютно классная и вот постоянный упор диверсионная глупа из 6 боевых пловцов диверсионная группа идеально обеспечит защиту маршрутов развертывания наших атомных ракетоносов идеально да ну 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 посмотрим суть в том что у нее будет другая энергетическая установка супер пуперный значит агрегат который позволяет получать электричество за счет химической реакции это так называемые топливные элементы это вот проект 677 лада вот это вот тоже готовится с калибрами там то 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 производство с перспективой модернизации до уровня пятого поколения не атомных подводных лодок а пятое поколение это как раз вот это вот четвертое это четвертое это уже с химическими вот этими способами получения электроэнергии ну в общем короче ребята говорят бойтесь ну все будет примерно вот так вот кстати российские художества это отражение того в каком направлении они ведут зомбаш то есть героические боевые пловцы высаживаются на берег подводная лодка разносит все штаты ну супер достижение российской техники как обычно 2017 год все кирдык вам запад умри ну давайте немножко посмотрим так это чуть-чуть подробнее знаете вот такая вот муть в обычном да а если поставили стеклышко и внимательно посмотреть то значит о чем был разговор здесь о том что прямая реакция между водородом и кислородом и можно получить ток электрический в результате идет вода образуется и электричество но это супер это супер ничего на поверхности не остается звук шумности тоже никакой нет длительность плавания бесконечная но вот тут есть такой маленький нюанс водород и кислород водород можно в жидком виде держать водород можно держать в виде как бы ассоциатов с ассоциацией со специальными скажем химическими элементами то есть типа знаете как вот никель иринея или платина да она губчатая может абсорбировать поглощать на поверхности вот это большое количество водорода да ну там есть специальные оксидные композиции которые ну огромное количество водорода поглощают но и третье это в виде химических соединений типа гидрида лития скажем боргидрид лития да литий бор h4 да ну вот вся фишка состоит в мелочах первая мелочь состоит в том что если это соединения типа боргидрида лития они очень взрываются достаточно небольшого количества влаги бабахнет ой-ой-ой вторая значит вещь это если ее содержать в сжиженном состоянии тоже весело любая утечка и взрывчатость кислорода и водорода в смесях она самый широкий диапазон взрываемости смещей и третий вариант это вот эти все ассорционного типа они по емкостям в общем-то хотя и там один объем этого оксида может или там металла губчатого может содержать там 200 300 500 600 900 объемов водорода все равно это мало вот с кислородом веселье то же самое кислород повышенное количество кислорода в атмосфере подводной лодки приводит к пожарам потому что там механизмы смазаны маслами маслами кроме того может загореться от электростатики буквально рукой по волосам провел искра образовалась и все и сгорает все но содержание кислорода в виде чего можно либо в жидком виде проблемы сосуда медиуара либо в виде перекисей но тоже были известны советские проблемы с перекисями так что тут их руководство не спешит принимать это на вооружение кстати вот давайте вернемся чуть-чуть раньше топливные элементы водорода кислородные а вот обратили внимание да Space Shuttle 81 год был запущен и в 11 году они прекратили их использовать так вот Space Shuttle использовались кстати для сравнения вот Союз вот Space Shuttle да а вот В Space Shuttle использовались топливные элементы вот оно первое применение на кораблях Аполлон 60-е годы затем пошли военные морские применения и так далее и так далее вот вам опа выросла фирма Siemens почему они ее обхаживали почему они подкупали почему этот Siemens поставлял турбины вот то есть они делали что делали как обычно попытка украсть сами разработать ничего не могут поэтому единственные варианты это украсть современное состояние вопроса вот сайтик в приложении есть можете почитать подробненько Германия Россия предложила подводные лодки оба на выясняется что те самые вот эти супер пуперные подводные лодки они хотят построить на основе вот того что в 2010 году немцы готовы были продать лицензию на залежавший и просроченный товар но ознакомление с лицензией это считайте что половина так сказать ваших всех секретов уже перешла к вашему противнику даже если они и не заплатят но это то же самое что САУ немцы сделали потом штурм Гишут а мы СУ-76 не могли довести до конца войны значит после 90-х годов были главными конкурентами ФРГ и наша страна после второй ой какая тут да вы что советские специалисты 300 проектов разработали после второй мировой войны каждая вторая подлодка имела лейбл сделан в СССР вот как раз я хотел бы чтобы этот материал вы как раз получили после того как ознакомились с тем что было во время второй мировой войны потому что здесь вам конкретно врут что умение создавать конкурентно способное вооружение да это было прерогатива Советского Союза в общем короче наиболее удачное третьего поколения Варшавянка которая кстати опять же по немецкому проекту была сделана четвертое поколение осень 2009 СМИ обсуждали обратите внимание это еще до вот этих крымских дел всех до крымских дел решается вопрос о закупках не атомных подводных лодок ну естественно для того чтобы их потом копировать немецкую субмарину 2012 знакомиться с этими делами да вот два вопроса зачем России самостоятельно строивших на протяжении без малого века подводной лодки теперь закупать их в Германии почему немцы приведут нам своим главным конкурентам подводной техники свои новейшие технологии вопрос первый значит Россия самостоятельно строила только говеные копии подводных лодок Германии почему немцы продают нам ну объясняю почему потому что вы этого очень хотите вы подкупаете их деятелей да ну и третий пунктик это то что это уже не самые новые технологии чтобы объективно ответить на первый вопрос ситуацию проанализировать нужно показывает ожесточенная борьба между ФРГ и СССР за мировой рынок подводных лодок в общем ожесточенная да привели к тому что практически одновременно в обеих странах начали работу ребята вот это вот полная брехня потому что СССР всегда вскач бежал как в том анекдоте правда дядя Коля бежал за дядей Колей и пытался что-то у него слямзить главным принципиальным отличием подводных лодок 4-го от субмарина 3-го являются анаэробные энергетические установки и так далее и так далее о чем идет разговор разговор идет о топливных элементах или скажем о двигателях Вальтера ну двигатели Вальтера СССР не потянул а вот вам тут подробно рассказывают вот ну дальше пункт на следующем время создание подводных лодок 4-го поколения немецкими специалистами успешно решено 1998 год первые четыре построены и соответственно Советский Союз чего Советский Союз не догнал да ну что там дизель электрическая энергетическая установка дополненная анаэробная энергоустановка на основе электрохим генератора вот и может идти в подводном положении в течении 14 суток на крейсерской скорости три узла просто мощность вот этой установки электрохимической небольшая но все равно 1800 км может пройти одновременно с немцами строительство подлодок четвертого поколения Швеция Франция и Япония и так далее для этих проектов разработаны установки на основе двигателя стирлинга также и паратурбинных установок замкнутого цикла то есть как говорят Запад работает в разных направлениях далее вот название это фрагмент название там по разделам статейка идет серьезный провал да вы что а вот в России работы по заданию подводного четвертого поколения не заладились вот не заладились понимаете то есть не скажешь так что наши инженеры наши производственники оказались на уровень хуже или на два уровня хуже вот там в 89-м году начали проектировать через 10 лет подводный лодок Санкт-Петербург заложено что думали что она будет снабжена так же как и в немецком проекте лодку удалось застроить лишь в 2007 году вышла на испытание увы неудачно проходит строй не принято еще две заложили в Анкронштадт Севастополь не проходит субмарина вышла на ходовые испытания но анаэробная установка не использовалась вот хотя работы начали 30 лет назад и вот ай ой 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 вот не получается наконец-то она должна появиться на вот этих ладах вот на этих ладах которые там братья и сестры пугал этот деятель вот но нет даже лодку нельзя считать четвертым поколением все точка ведь Россия единственная из высокоразвитых стран мира не смогла создать субмарину нового поколения вот и все ну зачем же покупать столько подводных лодок такой лидер ай ой и что в общем первое подводные ладо подводные лодки проекта лада поступят на вооружение 40 подводных лодок однако после минут из Санкт-Петербурга программа переоснащения начала трещать по швам но пугает же пугает классно полная потеря во первых вот это весело с полной потерей мирового рынка постоянные покупатели российских ВПК Китай и Индия стали сами производить а последний заказчик Венесуэла намеревался закупить эти лодки лада но российские кораблек строители как всегда хотели надуть и втюхать каракасу субмарины проекта третьего поколения оставь лодки четвертого поколения для возможных последующих заказов российская уловка не удалась короче Венесуэла послала нафиг пока не ясно удастся ли это сделать и какой тип анаэробной энергетической установки будет выбран после неудач с отечественными электрохимогенераторами то есть ЭХГ водородно-кислородные топливные элементы у американцев превосходно работали на спейс-шаттлах при полетах в космос они не выбрасывали солнечные батареи чтобы питаться запитывать свои аккумуляторы заряжать а вы зайчики и до сих пор еще не можете ничего сделать ну нормально далее во-вторых последние 3-5 лет Швеция, Япония и другие заявили о начале работ по стану пятого поколения двигатели стирлинги а Россия не освоила технологию аэробных энергетических установок и не имеет будущего создания АПЛ то есть не атомных подводных лодок пятого поколения впервые за прошедшие 100 лет какой пафос постройки первой российской АПЛ страна потеряла лидерские позиции ребята за 100 лет это вообще это шедевр они потеряли то чего не имели никогда потеряла лидерские позиции и оказалась на задворках мирового подводного корабля но результаты второй мировой войны таки показывают что она как была на задворках мирового подводного корабля так там и сидит на карту поставлен международный имидж России как государство способное создавать ой и самой критичной технологией является проблема создания народной энергетической установки так братья и сестры этот же вот деятель свистун этот вот этот вот рассказал что у вас тут будет все или он по бодуну как в этом фильме что тут все будет вот воздухонезависимая энергетическая установка все бойтесь бойтесь сейчас вас тут все в общем это вариант который называется нырдав бог жаби хвоста а то всю траву повытолокла да в общем короче потеряли то чего не имели бедные 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 что нам не гоже это типа продают на тебе боже что нам не гоже да зачем россия самостоятельно производившись 100 лет закупать технологии их производства в германии понятно нам нужна современная технология производства лозы с анаэробными установками а почему немцы готовы продать да потому что это технология которая у них уже устарела вот siemens вот этот siemens с которым идут игры по поводу вот этого генерального турбины которые они в крыму хотели ставить это все вот там в одной связочке как-то работает siemens сложила огромные средства топливные элементы системы хранения водорода отсутствуют основные характеристики можно предположить что они мало отличаются от современных электрохим генераторов других зарубежных компаний и даже уступают по некоторым параметрам ну и так далее мелкосерийное производство небольшой мощных хим генераторов прочее 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 многие исследователи американские считают что в технологии создания топливных элементов достигли своих пределов и не видят в ближайшее время возможности для дальнейшего их усовершенствования американцы считают что необходимо осуществить технологический прорыв не менее чем в 100 направлениях современной науки обратите внимание вспомните есть такие разработки которые уже как сказать внедряются серийно это аккумуляторы на основе грофенов очень быстро заряжаются и огромная емкость то есть при всех ваших раскладах уже наверное грофеновые аккумуляторы поставленные на подводной лодке они решат все проблемы и гораздо проще это же вот уже супер трейлеры делаются с такими аккумуляторами пока не серийно но уже все дело идет самолеты делаются с аккумуляторами я не говорю о легковых автомобилях и всяких этих байков это не литий-ионные аккумуляторы это гораздо более дешевые гораздо более емко и гораздо быстрее заряжаются ну естественно можете прочитать шведы четвертого поколения разработали более дешевое чем немецкий с электрохим генератором модернизация подводных лодок путем врезки 10-метрового отсека очень интересно тут навряд ли навряд ли российские потуги разговоров о том что они сто лет были на передовых рубежах будут иметь хоть какое-то продолжение хоть какое-то ну да ладно это вот такой вот стон индийцы будут строить подводные лодки вот это вот интересно тоже немцы тоже дают взятки и что интересно значит для принятия решения это вот сейчас еще раз еще раз грекам построили для греческих адмиралов целый коттеджный городок я думаю что для российских тоже там какой-нибудь коттеджный городок построят обидно же грекам построили а нам нет вот почему немцы могут отказаться от анаэробных установок ну они в 10 раз дороже двигателей стирлинга добавлю еще раз потому что появились новейшие совершенно другого принципа аккумуляторы огроменной мощности и сумасшедшей скоростью зарядки моторесурс стирлинга в 12 раз больше чем электрохим генераторы полный срок там эксплуатации сокращает количество подводных лодок полный срок при полном сроке можно будет иметь меньшее количество подводных лодок и прочее 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 много чего всякого там интересного из-за бесперспективности создания на основе HELL подводных пятого поколения ну почитайте если вам понравится значит немцы продают более худший вариант России чем уже есть у шведов все прочее 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 однако вам братья и сестры втюхивают что именно российская разработка и именно супер пуперная она может дать так сказать всему миру оторваться это называется сюрприза дяди Вовы опять же тот же самая компания MAN участвует этот Motor und Turbinen Union вот так что как говорят кто кому передовик да много чего есть интересное значит учения в Атлантике анаэробные двигатели Stirling и испанская субмарина ну очень интересно малошубная подводная лодка Holland шведская стоит 4,5 раза дешевле своих атомных соперников вот тут картинки из этих как бы это сказать сайтиков вот и вот смотрите какой какая жуть морские испытания этой установки начнутся в 2016 году да мы завершили это самое они начнутся на Балтике проект LADA нуждается опа проект LADA нуждается в существенном обновлении бортового оборудования ну сдадутся в срок там да 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 третья подлодка комплектация планируют подписать контракты лидер прибой заполнится построить будут а нафига это надо подводные лодки будут охранять шельф Арктики потом хлоп хлоп пока не принял решение о продолжении строительства подводных лодок серия ограничится тремя помните 40 говорили да а финансирование будет направлен на проект Калина обалдеть Калина ну тут действительно русский индейец говорит я что-то не понимаю да он этот проект был электрохим генератор был создан в железе еще при СССР да и оба то о чем я говорил значит низкотемпературный топливный элемент с очевочным и газобаллонным хранением водорода и кислорода я вам говорю хранение водорода и кислорода на подводной лодке это песня как говорят я им не завидую там просто аккумуляторы когда будет идти протечка воды будут осуществлять сами по себе при разряжении или вот почему опасность когда отсек подводной лодки заполняется водой то в этом отсеке на дне для сохранения правильной плавучести чтобы она не перевернулась устойчивости то на дне стоят аккумуляторы они же тяжелые вот и когда все это заливает начинает идти электроли соленой морской воды выделяется хлор и водород вот поэтому проблемы аварии затопления отсеков они всегда имеют вот такую жуткую жуткую жуткие последствия а тут будут хранить водород и кислород ну посмотрим как скоро бабахнет перекись водорода не смогли ничего сделать бабахнул вот а здесь вот газобаллонное хранение да помните для Бурана разработан 20-киловаттный электрохим генератор фотон программу Бурана закрыли те пытались сделать поставить его на Ниву чтобы оно ездило вот но ценник 300 тысяч килобаксов опа не потянуло да вот Сименский и Советский сравнивается напряжение та вы что тут мощность выше напряжение выше КПД ну конечно выше как вы могли думать габариты габариты чуть-чуть больше вес меньше ресурс да вы что но у нас вот 10 тысяч да вы что состояние прошли испытания в составе подлодки принято на вооружение разработан технологический проект изготовлена батарея значит вот тут не все так весело как вам рассказывать можете почитать главное значит вот это вот прелесть ракетчики возятся с компонентами значит водород кислород можно получать прямо на базе из морской воды электролизом из морской воды ну да вы кислород не получите вы получите хлор это дурка блин из морской воды вот это это известный известный электролиз раствора поваренной соли хотите понюхать сделайте батарейки хватит рвс рвсн создали комплекс эскадер который получает кислород и азот из атмосферного воздуха ура а вы знаете в каком году запад этот комплекс в кавычках сделал да еще в 1800 там каком-то году понимаете то есть свист уже надо получение детандеры это это еще помните капица не тот который по телевизору нам выступал в 70-х годах о сколько нам открытий чудных готовит просвещение труд нет его папочка занимался по-моему Резерфорда и ездил в Швецию и там шведы этот самый разделяли на своих усам промышленно жидкий азот и кислород и в жидком азоте они вели закаливание закаливание подшипников потом шведские подшипники и целый ряд там шведских изделий типа стволы орудий были самыми лучшими и остаются самыми лучшими в мире они именно жидкий азот использовали для того чтобы закаливание это ой как 30-е годы это тоннами шло это дело подводный лоскок Кронштадт будет достроен а топ варру испугались правильно правильно пугаетесь скоро сдвинется с мертвой точки построят Кронштадт который в 2005 году был заложен но построят теперь строительство продолжится как страшно учли все недостатки да новая система электрорезрения новый комплекс оборудования ай 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 это немножко сместились сроки да но все проблемы подлодки Санкт-Петербург относились к несовершенству ее энергетической станции главный двигатель не мог достичь двух третей от расчетной мощности а фактическая автономность была вдвое меньше требуемая вот и все использовали в виде платформы для отработки тоже надо вот вот но сейчас мы вот такие вот особый класс подводных лодок да кронштадт должен быть оборудован начинается продавление о чем разговор идет о том что коттеджи поселок наверное уже таки немцы достроили или достраивают ну да ладно тут картинки где она там на адмиралтейских весь этих самых верфях там интересно сейчас сейчас они будут сейчас я покажу вот это вот Санкт-Петербург который ограничен обратите внимание на эти крылышки да скопировали с американцев да они с самого начала делали такие а мы принципиально не делали это то вы что шумопеленгаторные антенны страшно а вот это вот из разреза вид из разреза да кошмары это уже вот слепили вот слепили уже все боитесь да Калина подводная лодка ой yes 17-й год строительство неатомной подводной лодки 5-го поколения может начаться в России через 5 лет я думаю лет через 5 ну вот сейчас я таки уже как говорят горячее видите 17-й год 5 лет 22-й год это классика это классика 5-е поколение потом бабки пилим сейчас все потом опытно-конструкторские должны верить 2025-го года вот и так далее и так далее тут кто работает целая куча организаций Минобороны России приморской учебной базы крыловский госнаучный центр в общем все адмиралтейские версии лазурит непом ассоциация водородной энергетики все морские испытания начнутся в Балтийском море мы завершим то все все в общем короче свист обычного уровня пугают вот этим на самом деле дай бог чтобы получилось это но что хочу сказать выводы я уже заканчиваю виваты ру обычная брехня ложь это их первое я без технологий запада они мертвы сто лет превосходства ну свист же художественный понимаете берете историографию да и берете их современные пугалки там же совершенно разные вещи несимметричный ответ они могут получить в частности мы можем в ответ на обещание контролировать акваторию Черного моря организовать совсем несимметричный ответ который будет очень простым и дешевым это боевые платформы с торпедами плюс противолодочные ракеты ракеты которые вернее ракеты торпеды которые сначала летят как ракета в атмосфере быстро пролетают большое расстояние а потом на расстоянии пары миль от подводной лодки попадают в воду отделяется торпеда небольшого размера и эффектненько поражает цель сеть гидрофонов тоже не бывает абсолютно бесшумных подводных лодок есть еще более несимметричные ответы пока не будем о них говорить но единственный вывод который мы должны понимать и фирма сименс тут как говорят выползает и вся ни на кого нам не нужно надеть мы все должны делать сами сами за себя и как это хотел бы сказать индейцев на западе нет или скажем так западные правители в общем-то повыродились повырождались танцы танцы на граблях это нечто напоминающее 30-е годы прошлого века вот то есть перспективы Украины да мы будем использовать все возможности но самое важное самое главное это наши наши силы силы у нас большие на эту тему я еще вернусь о нашем ВПК о наших возможностях вообще выводы по обороне Украины мы победим если будем рассчитывать только на свои силы помощь помощью она приходит всегда когда все видят что вы настроены решительно на то чтобы защищаться ну и отсюда вот перекинуться на исходное это интегральный национализм только он может спасти страну то есть за интересы страны это очень просто ничего страшного тут нет это о чем разговор за интересы страны должны бороться все части все части нации все части этноса все части государства вот и все то есть если уряд скажем тренирует муму в подводном плавании да то вы же понимаете что он будет блокировать любые так сказать порывы конструкторов там изобретателей или производственников и то же самое если какие-то производственники начинают тренироваться в таком же духе вот то же самое то есть основа ключ решения всех наших задач он находится в головах у наших как это сказать сограждан или скажем у украинцев но большое спасибо за внимание я и так немножко затянул до свидания а так это а и и и и